Привет, ребята! Вы снова на нашем канале! Сегодня мы будем делать слайм из крахмала и шампуня! И скоро у нас Хэллоуин, поэтому мы празднуем! У нас есть 1 кг крахмала, 500 грамм мы дадим Майку и 500 грамм буду смешивать я. Ну что, начнём? Да! Смотрите, чтобы узнать наш рецепт, мы решили взять ровное количество, да, Марик? Мы взяли 250 грамм крахмала и сейчас мы всё это будем смешивать по чуть-чуть с шампунем, чтобы точно узнать, сколько нужно миллилитров. Да? Да. Давай? Давай. Я сначала Марику налью шампуня, у нас есть такой нервный слайм, начнём со 100 миллилитров, да, чтобы было точно. Спасибо. Давай, поливай. Ты будешь по чуть-чуть смешивать, хорошо? И ещё нам понадобится немножко водички, мы тоже будем измерять это мерным стаканчиком. Давай. Перемешивай всё это очень-очень аккуратно, хорошо? Да, нахер. Потому что крахмал достаточно интересная такая структура, если вы смешиваете её с водой, она не будет превращаться в жидкость, да? То есть вода не будет превращать крахмал в жидкость, это будет очень интересное соединение. Которое не подчиняется законам физики, да, Марик? Так, а я себе добавляю немножко фейри. Зачем мне немножко фейри? А, потому что у меня будет слайм с фейри, а у тебя будет слайм с шампунем. Я тоже наливаю себе 100 миллилитров. Ну что, получается? Получается у тебя? Да. И запах, знаете, такой интересный, потому что у Марика шампунь пахнет кокосом. Да? Да, вкус. Приятно пахнет, да? Так, смотрите, у нас получается немножко соединение, да? Получается, но нам недостаточно 100 миллилитров. Нам нужно немножко больше добавить. Ведь нам нужно добавить водички, Марику. Я добавлю, наверное, 25 миллилитров водички. И мне. И Марику тоже 25 миллилитров водички. Да? Давай, перемешивай. Да, без водички слайм, конечно, не получится из крахмала. Нужно добавлять водичку обязательно, да? Смешиваешь? Да. Очень вкусно пахнет. Ну да, очень приятно, правда? Нужно еще добавить, Марик, правда? Да. Так. Давай тебе я шампунь добавляю, а себе я добавлю потом флэрик. Я добавлю тебе еще 100 миллилитров. Да, добавляй. Да. Да. Ну как, размешивается? Давай хорошо, Мишай, Марик. А-а-а! Как у... Да. Как у меня это затеяли. Давай, Мишай, Марик. Нам нужно, чтобы у нас получилась консистенция мягкого слайма. 200 миллилитров для 250 грамм крахмала, это очень много, да? Потому что у нас со слаймом поиграть нельзя. Смотрите, у нас вот получилась такая структура, да? Это на слайм, конечно, не похоже, потому что с ним вообще нельзя поиграть. Он, конечно, интересный, да? Стал такой мягкий и похожий на слайм, но это не слайм. Значит, нам нужно добавить еще крахмал. У нас есть еще один 250 граммовый петлетик. Мы сейчас все это добавим. Хорошо? Хорошо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Да. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Ну что, Марка, наш слайм готов, да? Давай расскажем рецепт, какой у нас получился. На 500 грамм крахмала, у Марика 500 грамм, у меня было 500 грамм. Мы добавили 50 миллилитров воды в каждую и добавили шампунь и фейли. У меня был слайм сделан. И слайм, и слайм. И мы добавили 240 миллилитров фейли. А мне нужно 250 миллилитров фейли. Это в шампуне. Но дело в том, что шампунь был у нас более жидкий. Да, Марика? Мы добавили еще 50 миллилитров, то есть в целом у нас составило 300 миллилитров шампуня. Да. Если вы хотите сделать очень много слайма, как и мы сделали, вам понадобится 500 грамм крахмала, от 200 до 300 миллилитров, например, фейли и шампуня. И немножко воды, да, мы добавили 50 миллилитров воды. Вот такой интересный рецепт. Но, конечно, вам нужно смотреть, потому что у каждой жидкости своя консистенция и своя плотность. Например, у нас шампунь был другой консистенцией, которая отличается от фейли. И, конечно, химический состав там тоже другой. Поэтому нам пришлось добавить 300 миллилитров шампуня вместо 250, да, как мы фейли в корме. Поэтому вам придется смотреть, добавлять по чуть-чуть. Сначала мы добавили 100 миллилитров, потом еще 100 миллилитров, и потом добавляли по 25 миллилитров. И у нас получается вот такой интересный слайм. Во-первых, его очень много, он мягкий. Еще у него интересная структура, потому что он густит. Да, Марик? Почему? Ну, вот крахмал такой интересный по своим химическим свойствам. Вот, из него получается очень интересный слайм. Конечно, если вы добавите больше миллилитров, то у вас слайм будет жидким, и с ним вряд ли получится играть. Да? Да. Вот. Если вам нравится вот такой слайм, который напоминает Play Doh, вот этот рецепт вам подойдет. Крахмал, шампунь и водичка. Да, Марик? Да. Посмотрите, сколько у нас получилось. Очень много, да? Нам намного его хватит? Да. Да, и дело в том, что крахмал, слайм из крахмала, его можно держать в холодильнике. Почему можно? Ну, чтобы он не портился, да? Если он вам надоест, вы можете положить его в холодильник в мешочке. И добавить чуть-чуть водички потом, чтобы он не был сухим. Вот, поэтому нам он очень понравился. Смотрите, какой он мягкий. И с ним можно играть, да? Да. И чтобы слайм у вас был однородной консистенцией, вам нужно его вымешивать так же, как и тесто. Да. Да, Марик? Да. Вот, поэтому он такой веселый. У Марика получился белый слайм, у меня получился зеленый слайм из фейри. Да? Да. Можно еще добавить краску, можно добавить, например, экстракт ванили, чтобы слайм пахнул вкусно. Да? Но у нас слайм пахнет, Марика пахнет шампунью. Шампунь у нас была с запахом кокоса, а у меня пахнет чем? Фейри пахнет, да? Да, фейри пахнет. Интересный слайм, посмотрите. И сейчас что мы будем делать? Давай добавим блесток немножко, Марика. Да. Какие блестки хочешь? Красные? Да. Да. Брестки. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...